35-летний Месси и 37-летний Роналду уже высказались в прессе, что чемпионат мира в Катаре, скорее всего, станет для них последним. Два главных игрока 21 века, доминировавших 15 лет, имеют последний шанс взять главный трофей в футболе. При этом сборные обоих сейчас являются одними из фаворитов турнира и имеют классный состав. А Лео и Криш, несмотря на возраст, будут важны для своих команд. В общем, обе легенды точно будут заметными игроками на стартующем турнире и сделают все возможное, чтобы осуществить мечту. Ну а мы сегодня посмотрим еще на 10 возможных героев чемпионата мира. На тех, от кого мы ждем голов, ассистов, красивой игры и результата для сборных, которые они представляют. Здесь будут как относительно новые для вас имена, так и звезды клубного футбола, которые должны тащить в своих национальных командах. Это топ-10 футболистов, которые станут героями чемпионата мира в Катаре. Десятым берем Лаутара Мартинеса. Ясное дело, игра сборной Аргентины будет подстроена на Мундиале не под центр-форварда, а под Месси. Это вообще будет команда Месси. Но мы знаем, чтобы Лео показывал свой максимум, ему нужен классный партнер. В сборной такое было с Агуэро, в Барсе с Суарсом. А вот со многими другими звездными игроками атаки у Лео химии не получилось. Сейчас же у Месси есть идеальный партнер, который еще и сам находится в отличной игровой форме. Леонель не скрывает, что нахождение Мартинеса рядом на поле для него очень важно. Они давно взаимодействуют в составе сборной, где у Лаутара, кстати, традиционно хорошо получается. Посмотрите на статистику. Просто на Мундиалях мы его еще не видели. В 2020-м Лео чуть ли не лоббировал переход Мартинеса в Барсу, говоря, что его соотечественник похож по манере на Суареса. И что его покупка помогла бы клубу бороться за победу в Лиге чемпионов. Лаутара очень силен. У него отличное завершение при выходе 1 на 1. В штрафной он может побороться с кем угодно, устойчив на ногах, меняет направление движения и забивает. Очень качественный и разносторонний игрок. А теперь характеристика Лаутара от нашего аналитика Кирилла Хаита. Почему же он так подходит Месси? Мартинес — командный игрок. Очень полезен и активен в прессинге, хорош в подыгрыше, умеет действовать спиной к воротам, способен на нестандартное действие. У аргентинца классный рывок, добивание, забирает отскоки. Очень многое у Мартинеса построено на интуиции, что является для игрока штрафной отличной характеристикой. Наверное, Лаутара не супертоп в чем-то конкретном, но делает очень много вещей на хорошем уровне. А именно это и нужно, чтобы быть хорошим партнером для выдающейся звезды. Важно, что Мартинес чувствует, когда нужно предложить себя под обратный пас и помочь таким образом Месси сбросить опекунов, а когда — совершить рывок, чтобы либо увести защитника, либо рвануть под перспективную передачу. Лео тогда не пожадничает. Мартинес должен стать главным адресатом гениальных ассистов Месси. В общем, мы говорим о высококлассной связке, одной из самых перспективных на предстоящем Мундиале. Поэтому прогнозируем, что 25-летняя Лаутара вовсе не окажется в тени Месси и станет одним из героев сборной Аргентины, если та далеко пройдет. На девятом месте атакующая тройка сборной Сербии — Тадич, Влахович, Митрович. У сербов сейчас хороший состав. Один — Милинквич Савич, чего стоит, у которого уже 3 плюс 7 в 12 матчах серия. И в вязкой игре своей национальной команды он абсолютно гармоничен. Но нападение у Сербии вообще одно из лучших на турнире. За счет этого восточноевропейская сборная может стрельнуть. Но давайте прикинем, на что способна эта атакующая трио. В летне-осенних матчах Лиги Нации они решали. У Тадича 4 асиста, у Митровича 6 голов, и Влахович, который из-за проблем со здоровьем вышел только дважды, один плюс один успел набрать. Форвард умудряется забивать в составе мертвющего Ювентуса, у которого вообще нет поставленной игры впереди. А вот Митрович этой осенью показывает, что мы не зря предрекали его переход на уровень бомбардира Премьер Лиги. 9 голов в 12 матчах. Номер 3 в списке снайперов после Холланда и Кейна. Вау! Лучший галеодор сборной Сербии в истории, 50 голов, пока сыграл лишь 3 матча в финальных турнирах Евро и Мундиаля. Пора ему показать, что он умеет забивать не только в квалификациях и Лиге Наций. На этом чем у него тоже может случиться переход на новый уровень, как и в клубной карьере. 190-сантиметровый, физически сильный Митрович и Влахович в связке — это буквально физическое давление на оборону соперника. При этом Влахович может угрожать и из-за пределов штрафной. Он классно умеет разворачиваться с мячом и пробивать издали. При своих габаритах достаточно гибкий и изобретательный форвард. Так что речь идет не о таком сдвоенном центре нападения, который формируют в концовках для спасения игры через постоянные навесы в штрафную. Митрович и Влахович, выходя на поле вместе, способны действовать в связке, запутать защитников. А умнейший атакующий полузащитник Тадич им в этом поможет. Пусть он сейчас и не так феерит в Аяксе, как несколько сезонов назад. У 33-летнего Душина, как и у Митровича, хорошая статистика в сборной. Но на его веку сербы лишь раз сыграли на большом турнире. В России в 2018-м. Вот теперь второй шанс показать себя всей планете. Шанс, очевидно, последний, и надо им обязательно пользоваться. Восьмой. Коди Гагпо. Мы включали этого молодого вингера в топ открытий прошлого сезона. Воспитанник ПСВ прогрессировал не быстро. Впервые вышел на поле в матче Эре-дивизии еще в сезоне 17-18. Но только в прошлом году дебютировал за сборную Нидерландов и вошел в топ национального чемпионата по гол плюс пас. Сейчас же Гагпо показывает невероятную статистику. 9 плюс 12 в 13 матчах Эре-дивизии. 13 плюс 17 в 22 матчах всех турниров. Пожалуй, стоило уходить на повышение уже этим летом. В голландской песочнице стало явно тесно. И очень кстати, как и для некоторых других героев этого топа, пришелся осенне-зимний чемпионат мира. На нем Гагпо сможет получить экспертные отзывы о своей игре без поправок на уровень турнира. И уже зимой может перейти в топ-клуб. Осенью в концовке Лиги нации Гагпо у Ван Гала перешел в ранг игрока основного состава и набирал результативные баллы в каждой игре. Любопытно, что номинального вингера, тренер, поменяв схему в последних матчах, ставил центральным атакующим полузащитником. И это работает. У нынешней Голландии классный состав, но невеликое нападение. Так что Ван Гал просто не имеет права не использовать по максимуму разыгравшегося Гагпо. Тем более мы знаем Луи как тренера, который склонен доверять молодым. Но и группа на ЧМ у оранжевых откровенно слабая. Сенегал, Эквадор и Катар. Так что Коди дебютирует на главном футбольном форуме без лишнего мандража и стресса. В общем, ждем, что Гагпо станет главным в атаке мощной сборной Нидерландов. На седьмой позиции Эриксон «Звезда». Лучший бомбардир своей национальной команды из действующих футболистов и лучший ассистент за всю историю сборной. Но, как и у многих опытных ребят из этого топа, у Кристиана не весь какая статистика в финальных турнирах Евро и ЧМ. Два результативных балла в десяти матчах. Наверняка у него есть этот гешталь. Крутой игрок, не сверкнул на больших форумах сборных. А когда Дания наконец совершила прорыв и дошла до полуфинала Евро впервые почти за 30 лет, Эриксона в составе не было, потому что он выбыл на 43-й минуте стартовой встречи со страшным сердечным приступом. Эту историю вы знаете. И вот теперь Кристиан снова в строю. Нашел возможность вернуться в топ-футбол и даже в топ-клуб. В МЮ он сейчас один из самых стабильных футболистов. В общем, есть ощущение, что для Эриксона поездка в Катар будет очень важна. И у этой сборной отличные перспективы для повторения успеха полуторагодичной давности. Во-первых, форма самого Кристиана. Во-вторых, опыт, полученный на Евро 2020. В-третьих, состав группы. Австралия, Тунис и Франция, которую в последней игре Лиги наций датчане грохнули в сухую. Так что Эриксон намерен повести за собой парней в плей-офф как минимум. Из английских восходящих звезд выделим Джуда Биллингема. Это шестое место. В составе трех львов есть несколько молодых футболистов, ценник на которых уже под 100 миллионов. Но вот за первую сборную пока свой лучший футбол они не показывают. Да и в целом это Англии парадоксально. С таким мощным набором исполнителей выдавать на поле такую скукотищу. И если на Евросоутгейту стали всерьез предъявлять только после поражения в финале, до этого в Англии все просто радовались долгожданному результату, то сейчас у команды реальный игровой кризис. Три ничьи и три поражения, включая разгром от Венгрии в официальных матчах 2022 года. Безобразный футбол в исполнении команды Саутгейта может скрасить кто-то из молодых. Голы того же Кейна наверняка будут, но они не будут автоматически означать, что кризис преодолен. Мы ставим на Биллингема, потому что в отличие от Фодена и Маунта, ему Саутгейт стал доверять совсем недавно. И легионер из Дортмундской Боруссии еще не увяз в этой рутине, каковой выглядит игра английской сборной. Биллингему отведена важная роль – продвижение мяча и доставка его в атаку. Обычно Джуд в сборной составляет в опорной зоне пару с более оборонительным Декланом Райсом. Так что Биллингем, один из лидеров своего клуба, умудрился уже 4 гола положить в волче, должен и в национальной команде стать самым влиятельным футболистом центральной оси. Биллингем – очень ранний игрок. В 16-17 лет он бил различные рекорды, которые начинаются со слов «самый молодой». «Мы на самом деле даже не знаем, насколько он хорош, только пытаемся понять, каков его предел», так отзывался о своем подопечном главный тренер Боруссии Терзич. Саутгейт говорит в прессе о 19-летнем вундеркинде на много сдержании, но кажется, сейчас наступает момент, когда именно Биллингем может спасти наследие Гаррета в сборной Англии. И если Джуд не зажжет эту команду, не разгонит ее из середины, англичане рискуют провалиться. В Сочи – эмеритинская низменность. Здесь проходит первый фон-бэтч чемпионат России по любительскому футболу формат 8 на 8. 58 команд из 34 регионов – лучшие из тех, кто не является профессионалами. Эмоции, разумеется, просто зашкаливают, но и уровень, я хочу вам сказать, очень даже ничего. В Сочи команды из разных регионов России сначала провели матчи группового этапа, а далее начался плей-офф со стадии 1-16. В составе многих команд были бывшие звезды профессионального футбола и нынешние Мединова, вроде Кутруза и Ильи Абаева. Больше всего приехала команда из южных регионов, они и вышли в финал. Наполи из Дагестана и МТТ из Ростова. Ну а перед решающим матчем был выставочный. Ну что, переоделся, переоделась наша команда. Аршавин, Быстров, Пименов на поле, я тоже выйду минут на 5-10 как минимум. Вообще, необычное чувство, смотрел их игру, они у меня были в топе, теперь с ними играю. Пойдем попробуем. Владимир, как ощущения от турнира вообще? Хорошее ощущение, смотри, великолепная погода, хорошая атмосфера, эмоциональная команда. Ты удивлены таким эмоциям в любительском футболе? Нет, наверное, все-таки футбол именно для этого и должен быть, где можно выплеснуться на футбольном поле, не только в игре, но и как раз таки эмоционально. Я вышел на замену в середине первого тайма, пару раз неплохо вынес мяч в защите. А во втором даже отдал голевую на Норика Авдоляна, того самого, который благодаря умению делать сальто, был у нас в топ-10 необычных способов пробить пенальти. В этом матче 11-метровый также назначили, и, конечно, Норик подошел к мячу. На пенальти будем надеяться, что Норик сейчас ударит своим ударом фирменным. Организаторы шоу-матча периодически вводили новые правила, включая игру большим мячом или гол-тренера, защитами за два. В итоге игра завершилась со счетом 9-9, а зрители остались довольны. Ну а в финале между Наполи и МТТ была серия пенальти, которую выиграли парни из Дагестана. Капитан Гамзат был счастлив, пообещал с командой круто отпраздновать, но держать себя в руках. Ведь всем в понедельник на работу. Кто-то работает на севере, на стройке получается, кто-то торговым представителем работает, у кого-то магазин свой, как так... А дальше была мощная церемония награждения. Вот так прошел очередной фон-бет чемпионат России по любительскому футболу. Ждем продолжения. Пятая позиция – вратарская. Мне вспоминается чемпионат мира в Бразилии, когда не два и не три голкипера стали героями. И почти после каждого большого турнира мы восхищаемся кем-то из киперов. А сейчас к Мундиалю в превосходной форме подходит сразу несколько представителей вратарского ампуа. Камерунец Андре Анана, который сейчас в Интере, по совокупности сейвов, спас свой новый клуб примерно от четырех голов в Лиге чемпионов. Второй показатель по вратарскому XG в турнире. А третий по этому параметру волче – португалец Диогу Кошта, своими сейвами внесший большой вклад в первое место Порту на групповом этапе. Бельгиец Куртуа держит марку в Реале, и его амбициозность распространяется и на сборную тоже. Но мы выделим двух других вратарей, у которых, как нам кажется, может случиться главный турнир в карьере. Это Ян Зоммер из Швейцарии и Эмилиана Мартинес из Аргентины. Начнем с представителя Астон-Виллы Мартинеса. Он будет защищать ворота сборной, которая идет за трофеем. И без его крутой игры этот трофей аргентинцам точно не светит. Выигрыш Кубка Америки стал возможен во многом потому, что поперло у Кипера. В полуфинальной серии пенальти он отбил сразу три удара колумбийцев, чем восхитил Лео. А потом вошел в символическую сборную турнира, за которой пропустил всего два мяча. Мартинес – куражный парень. Если у него пойдет на этом мундиале с самого начала, он проведет чемпионат всей своей жизни. Ну и не забываем про фирменные треш-токи Мартинеса. Он любит сбивать с толку игроков соперника, особенно перед пенальти. От этого уже страдали многие известные футболисты, в том числе Бруно Фернандеш. В АПЛ вратарь Виллы подошел к группе игроков МЮ и предложил Бруно уступить право пенальти Роналду. А после промаха Фернандеша кипер станцевал. В общем, ждем шоу от Мартинеса и в Катаре. А еще будем внимательно следить за швейцарским кипером Яном Зоммером, который представляет гладбахскую Боруссию. У него сейчас показатели в Бундеслиге лучше, чем у Нойера. Третий по количеству сейвов, второй по проценту спасений и по вратарскому XG. В четвертом туре Зоммер провел божественный матч, совершив 19 сейвов в игре с Баварией. И установил таким образом новый, очень похожий на вечный рекорд немецкого чемпионата. Предыдущее достижение равнялось 14 сейвам. Мы недавно рассказали, что Зоммер сейчас чуть ли не лучший убийца пенальти в мире. Отбил за сборную пять подряд. Два из которых от Серхио Рамоса, два от Жоржиньо и еще один от Солчика. Признанных мастеров ударить с точки. Правда, месяц назад вратарь травмировал Голеностоп. И сейчас вся Швейцария следит за восстановлением Зоммера. Катару должен успеть, но может случиться и по-другому. Относительно Яна, действительно, можно сказать, что вратарь это полкоманды. Успех швейцарцев сильно зависит от него. Если поедет, будет главным героем сборной. Поэтому мы все же решили рассказать о нем в топе. В общем, посмотрим. Под номером четыре Арильен Чомини. Его невозможно было не взять в этот топ уже хотя бы потому, что два ключевых футболиста Франции в центре поля, Пагба и Канте, сейчас с травмами и не поедут на турнир. С этими ребятами Франция почти взяла Евро и выиграла ЧМ. Без них будет тяжело, но заменил же Чомини Казимир в реале. Сходу заменил, почему бы и в сборной не повторить этот трюк. В ряду других резервистов центра полузащиты Франции Арильен выглядит самой солидной фигурой. Непонятно, кто будет играть рядом с ним. Камовинго, Рабьо, Диндузи. Но у меня нет сомнений, что Чомини будет железным игроком основы на предстоящем мундиале. Арильен хорош без мяча, страхует, но и с мячом дружит, так что частично способен взять на себя функционал и Канте, и Погба. Имея топовый состав, Дешам никогда не делал ставку на тотальное доминирование. Эта сборная готова катать вату в определенные моменты, в чем мы убедились и в 2016, и в 2018. А в таком прагматичном футболе крайне важна роль опорника. Если Франция пройдет далеко, Чомини будет одним из ее героев. На третью позицию берем двух португальцев, Лиао и Бруно Фернандоша. У Фернандо Сантуша в распоряжении супер игроки, но отнюдь не беспроблемная команда. Роль Роналду остается тренерской головоломкой, однако об этом мы просуждаем через неделю в топе интриг чемпионата мира. Сегодня же поговорим персонально о Лиао и Бруно, как о тех игроках атаки, которые могут наконец выстрелить в сборную, выйдя из тени Криштиану. Лиао должен стать самым ярким футболистом португальской команды. Он может и один в один обыграть, и скомбинировать с партнерами. Но главное, Португалия с сильными соперниками все равно предпочтет отдать мяч и ловить свой шанс на контратаках, а это любимый футбол Лиао. Он любит убегать, будет оставаться в высокой позиции, получать мяч и включать скорость. Даже если двоих защитников оставлять его стеречь, если разгонится, размотает обоих. В отсутствии травмированного Жоты Лиао практически безальтернативная кандидатура на позицию левого вингера. Тем более после прорывного прошлого сезона Лиао снова в отличной форме. 5 плюс 5 в 12 матчах серии А и 1 плюс 4 в ЛЧ. Вингер Милана будет наиболее ярким игроком в составе Португалии, но самым важным должен стать Бруно. Именно полузащитник МЮ может предпределить дальнейший проход сборной по сетке турнира. Фернандо же должен управлять игрой, как он делает это в МЮ. Скачок результатов манкунянцев после провального старта во многом случился благодаря ему. Но есть проблема. Я по-прежнему не уверен, что Сантуш может снизить зависимость команды от Роналду и повысить зависимость от Бруно. Такие опасения сбылись позапрошлым летом на Евро, как бы ни случилось это снова. Но, надеюсь, Сантуш делает правильные выводы и готов начать исходить из того, что Роналду уже не способен в одиночку тащить Португалию. На втором месте Джамал Мусиала. 19-летний представитель Германии сейчас в огне. За Баварию одно результативное действие за игру в чемпионате. Джамал переходит на новый уровень прямо сейчас. И, пожалуй, он в лучшей форме среди всех игроков Бундестим в канун старта Мундиали. А Германия-то в числе фаворитов. Мусиала – это яркая креативная десятка. Умеет действовать между линиями, раздает передачи. Как бы ни сложилась турнирная судьба немецкой сборной, на Джамала будет невозможно не обратить внимания. У Мусиала есть априорные преимущества. Он был в обойме у Флика в супер-успешной Баварии, которой брала Требл. И сейчас он ключевой игрок клуба, который остается базовым для сборной Германии. То есть полное взаимопонимание с нынешним главным тренером сборной и с большинством игроков ее основного состава. Мусиала в коллективе Бундестим не зажатый новичок, а свой парень, которого все знают и уважают. Это круто. Еще отмечу такой момент. Джамал продолжает искать для себя новые возможности на поле. Он все пробует, и у него почти все получается. В этом смысле его нынешний сезон чем-то похож на прошлый сезон Венисиуса. Осенняя поездка на ЧМ проходит как раз кстати. Такой турнир может стать трамплином. К статусу суперзвезды на клубном уровне Мусиала мог бы идти еще несколько сезонов, а Мундиаль может сразу запустить его карьеру в космос. Пока ни сам Джамал, ни эксперты не видят потолка его карьеры, чем в Катаре может дать более-менее ясное представление. Но не будем чересчур оптимистичны и обозначим проблемы, с которыми может столкнуться восходящая звезда. В Катаре у Джамала будет меньше свободного пространства, чем в матчах Бундеслиги. Слабые команды будут ставить против Германии автобус, а сильные сыграют с такой компактностью и плотностью, какие Мусиала мог испытывать только в Лиге Чемпионских зарубах. А Волчет, как раз у него статистика, пока не ахти. Еще потенциальной проблемой может стать конкуренция с Томасом Мюллером. Флику предстоит либо правильно разделить между ними игровое время, либо обязанности на поле. В Баварии Нагельсман эту дилемму вынужден решать регулярно. Теперь очередь Флика. Посмотрим, что придумает наставник сборной. Очевидно, Германия будет пытаться играть в атакующий футбол, и Мусиала в качестве координатора атак и одновременно человека, который продвигает мяч, может стать ключевым футболистом команды Ханси Флика. И первое место однозначно для Неймара. У Бразилии может выстрелить любой из мощнейшей атакующей обоймы. Антони, Венисиус, Бруно Димараевс, Рафинье, Ришарлисон, Жезус. Но при такой конкуренции любой из этого списка также может недополучить время на поле и даже провести чемпионат мира на скамейке запасных. У Тите все заменяемы, кроме Нея, который лидер, символ, а в последнее время еще и футболист без проблем со здоровьем и в лучшей своей форме. А 11 плюс 9 в 13 первых матчах Лидии 1. Это о многом говорит. Именно поэтому сейчас можно сделать такой смелый прогноз в канун Мундиале. Это будет турнир имени Неймара. Главный бразильский футболист последнего десятилетия наконец-то повзрослел. Мы видим у него профессиональное отношение к делу. Мы видим у него инстинкт убийцы. Вспомните разгром Лили в третьем туре. Там все стало ясно еще к концу первого тайма, но Ней вышел на вторую половину как будто при счете 0-0 и набрал еще 3 результативных балла. А всего в том матче у него было 2 плюс 3. За сборную Неймар также феерит. 6 голов и 5 ассистов в 7 последних матчах. Бразилия достаточно легко выиграла отборочный турнир в Южной Америке, а Ней стал лучшим бомбардиром своей сборной. Лидер бразильцев считает, что нынешняя команда самая сильная за все его время в сборной. А значит понимает, другого такого шанса взять Кубок мира у него уже не будет. И он в расцвете сил, и партнеры в порядке, и тренер более чем адекватен. Неймар дебютировал в составе национальной команды Бразилии сразу после мирового первенства в ЮАР. У него было два мундиали, но оба оказались омрачены травмами. На родине выбыл в четвертьфинале со страшным повреждением позвоночника, был даже риск остаться парализованным. А к российскому чемпионату мира Ней форсированно восстанавливался после перелома плюсневой кости. И по его собственному признанию, инстинктивно берег ногу в матчах, что, конечно, снизило его потенциал. Бразилия главный фаворит, а Неймар сейчас по всем параметрам, и по игровым, и по статистическим, и по медицинским, и по ментальным, готов разрывать как никогда. Единственное, что может остановить Нея, это очередная травма. Но если удастся избежать неприятностей со здоровьем, форвард будет главной звездой мундиаля. Кажется, только Месси может этому помешать. А еще, уже на нынешнем чемпионате мира почти наверняка Ней станет лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, обойдя короля футбола Пеле. 75 голов против 77. А если это еще и наложится на первый за 20 лет титул чемпионов мира для своей страны, то выйдет невероятно красивая история. Ждем сказку. Не удивляйтесь, почему у нас нет испанской позиции, ведь там столько талантливых футболистов, скажете вы. Но вот мы реально думали, думали и не решились выделять даже таких, казалось бы, очевидных кандидатов, как Гави и Педри. Нынешняя Испания играет так, что в ее составе почти любой может стать героем. И Ферран Торрес, и Сараби, и Марата, да даже Ника Уильямс, который только дебютировал в составе Красной Фурии, но сейчас в классной форме. Однако не исключен и провал Испании Луис Энрике, и тогда все эти таланты смешаются в серую массу. В общем, неопределенная история. Пишите, что вы думаете о возможных героев будущего Мундиаля. Наверняка мы кого-то забыли. Большое спасибо нашему аналитику Кириллу Хаиту за помощь в подготовке этого выпуска. На его YouTube-канале недавно вышел подробный разбор феномена нынешнего Арсенала. Переходите и зацените работу, которую Кирилл проделал, разбирая проект Артетты. Также подписывайтесь на Telegram Хаита. Там на протяжении всего Чемпионата мира будет оперативная аналитика. Ссылка внизу. Ну и подписывайтесь на YouTube Match Production и наш крутейший Telegram. В ближайшие полтора месяца почти весь контент там будет посвящен главному футбольному событию четырехлетия. Ждем ЧМ с нетерпением. Саня Журавлев, Match Production. Пока.